Добрый день дорогие ребята, с вами снова как обычно Михаил Егоренков, рад приветствовать вас на этом подкасте. Перед тем как я перейду непосредственно к разбору, у меня действительно есть что сказать по мейн-ивенту, хотя казалось бы там все прозрачно. Так вот, я хотел бы сказать немного о коммунити, о вас непосредственно. Для тех кто не в курсе, объясню, я публикую свой контент на ютюбе, имеется ввиду в видео формате, пока он как бы еще готов, ну в смысле пока ютюб позволяет загружать. И конечно же я чекаю безусловно все комментарии, которые вы оставляете под роликами. Прежде всего это делаю для чего? Во-первых, иногда люди действительно оставляют здесь интересные аргументы, мнение своего сказывают аргументированно. И я в общем-то какие-то вопросы, если здесь вижу или какие-то опять же интересные мысли, я это в подкасте зачитываю, как-то на это реагирую и так далее. Но при этом, конечно же, иногда здесь возникает достаточно много дерьма. То есть люди начинают что-то в мою сторону накидывать. Я не понимаю просто зачем и почему. То есть если они каким-то образом хотят меня так клюнуть, то это немного бессмысленно. Я просто две кнопки нажимаю, человек в бане. Ну примерно, допустим, раз, и заблокировать. Все, два клика, человек ушел. И не важно в плане, согласен он с моим мнением, не согласен и так далее. Просто если какой-то хуй с горы нарисовался, непонятно откуда, что-то там говорит и кукарекает, ну мне зачем ему отвечать, если его посыл изначально просто создать какую-то словесную перепалку стандартную в интернете, какой-то конфликт. Вот, поэтому, когда прошел этот турнир, люди, которые дождались наконец-таки, да, какого-то минуса по бесплатке, они вот вылетели, начали что-то писать, я их всех забанил. Вот, и просто это на самом деле очень смешно, потому что есть как бы платки, есть бесплатка, с клиентами у меня свой разговор, да. И вот просто до бесплатки два последних подкаста. Вот на PFL, на UFC окончательный. На PFL, я напомню, спрогнозировал все бои карда, ошибся только в одном поединке, то есть давал систему на весь карт и один ординар с коэффициентом выше двушки. Выделил его отдельно, да, под отдельную сумму, как такую хорошую ставку. Этот ординар зашел, система сыграла в плюс, напоминаю, я только в одном исходе ошибся, и вот те люди, которые писали говно под последним подкастом, их там нет в комментариях. То есть я не прошу от людей похвалы, я не прошу как бы там, да, говорить о Мишане, какой ты красавчик, прочитал, молодец, нет. Ну просто если уж ты решил там, да, свое мнение в кавычках экспертное высказать по поводу моей деятельности, то уделяй тогда внимание всему, или уж хотя бы вот-вот два соседних подкаста, как бы на один ты просто игнор накладываешь, да, абсолютно игнорируя результат там, и выделяешь лишь только то, что тебе как бы по нраву, когда ты хочешь там, да, каким-то образом меня клюнуть. То есть они меня как бы упрекают в том, что я акцентирую внимание на плюсах, но при этом они, когда хотят меня клюнуть, абсолютно игнорируют какой-то положительный контент. И в целом, я не то чтобы там горжусь и люблю себя в грудь пяткой, но если просто пробежаться по подкастам, в поединке Фонта и Веры, да, получился минус. Какие-то предпосылки и прочие к плюсу были? Были. Было ли, скажем так, не то что предугадан, но спрогнозирован правильно некоторые, скажем так, некоторые эпизоды поединка, да, там, да, именно стилистическое преимущество Фонта в стойке, да, но минусы Фонта все-таки, они, скажем так, превысили все, то есть как бы, да, оказались выше всех его плюсов. Пытаются мне за Лемос предъявить, но я еще раз говорю, там было две ставки, две ставки с кефом выше двушки, два ординара. Лемос и ТМ. ТМ сыграл, в чем проблема, блядь? Здесь система можно вообще не упоминать, она была там на 500 рублей условных, да. Здесь дал бесплатный прогноз на победу Колларда, опять же, андердог. С Белалом, с Люки дал ТБ, полный бой зашла и давал Белала, зашла. Здесь возврат по бесплатке получился. По UFC на Мирному, да, не залетела ТМ на Хамзата, но при этом залетела ТБшка на Яна и ТМка на Волкановского. Здесь ставка ТМка залетела. Последний, грубо говоря, неудачный прогноз, если мы берем промежуток между Фонтом, да, и предыдущим, это был прогноз на ТБ на Волково-Оспинала. Между ними прошло, ебать, сейчас посмотрю, 5 секунд. 21 марта был, Турик, 21 марта. Больше месяца прошло, скажем так, между двух конкретных минусов. У Волково и у Фонта. Между ними было достаточно много бесплатного контента. В целом с очень хорошим плюсовым результатом. Я сейчас это, как бы, говорю не своим постоянным подписчикам, которые меня смотрят, благодаря, там, да, даже донаты засылают. Я это не заставляю никого делать. Я обращаюсь именно к тем долбоебам, которые пытаются клюнуть. Вы хотя бы делайте это более, блядь, как-то, не знаю, фантазируйте что-нибудь интересное, как-то более вдумчиво, попытайтесь как-то подойти к этому, а не просто, блядь, доебаться до минуса, который неизбежен. В ставках минусы неизбежны. Вот и все. Надо это понимать, блядь. И когда первый минус случился, условно, за месяц, блядь, и всплывает куча какого-то говна, блядь, который я вижу впервые в жизни, это смотрится крайне... не ебанно даже, а просто странно. Зачем, блядь, вы что-то мне пишете? Короче, как-то так. Теперь мы переходим непосредственно к разбору предстоящего турнира. Те, кто следят за взаимодействием, они знают, что я достаточно тепло отношусь к Чарльзу Оливере, то есть даже не с позиции какого-то фаната и так далее, но чемпионство его было не то чтобы очевидным, но ожидаемым, с учетом изменения расклада в дивизионе, с учетом того, как он набрал, с учетом того, как его результат показывает, и с учетом, повторяю, повторяю, да, повторяю, с учетом того, какие результаты показывают его оппоненты. То есть реально, многих бойцов легкой весовой категории настиг регресс, у кого-то возрастной, у кого-то по накопленному урону, некоторые ребята завершили карьеру, как, например, Хабиб Нурмагомедов, да, а тот еще не забрался так высоко по рейтинговой лестнице, хотя технически может там, допустим, составить конкуренцию. Я сейчас говорю, например, про Ислама Махачева. Так вот, Чарльз Оливера, реально, я про него очень много говорил, все его последние бои, естественно, разбирались в бесплатку прежде всего, потому что я уделяю внимание прежде всего громким поединкам. И тут опять же, в очередной раз, видел недавно комментарий, что, ой, Миша типа в бесплатку не пытается подобрать супервыгодные бои, там какие-то, да, именно более выгодные вставки. Он дает прежде всего прогнозы на громкие. Блядь, я очень долгое время предлагал с помощью опросов выбирать то, что пойдет в бесплатку. И один хуй в 99 случаев, блядь, процентов, выбирается мейн-ивент. Поэтому нахуя мне лишние телодвижения? Ежу, понятно, какой угодно я, допустим, сделаю опрос, всегда будет побеждать фактически мейн-ивент, особенно если это, вот, например, Оливера с Гейджа. Так вот, все, получается, поединки, как правило, разбирались в бесплатку последней. Но, опять же, можно вспомнить бой против Чендлера, там я давал Оливейру, можно вспомнить бой с Парье, там я давал Оливейру. И можно подойти тихо-мирно к поединку Оливейра с Гейджи и ежу, понятно, что я буду давать Оливейру. Вот. Но в этот раз, в этот раз, вдруг, неожиданно, букмекеры что-то, видимо, поняли. И несмотря на то, что Гейджи идет, в общем-то, у нас тоже не после поражения, а после победы, вот же Чендлера прошел. Вдруг у нас нежные глаза у людей открылись, и, в общем-то, Гейджи, ой, господи, Оливейра у нас идет фаворитом. То есть, в среднем по западной БК дают диапазон от 1,5 до, там, 1,62, что-нибудь типа около того. И лично в моей стратегии этого уже маловато. То есть, ну, просто маловато. Хочется побольше коэффициент. Я не привык играть на таких кэфах, но если вам нужно просто уверенное, в кавычках, ЖБ, вот вас устраивает такой коэффициент, вам нужно просто что-то поставить, чтобы там, да, уверенно выиграть, уверенно в данном случае все в кавычках, потому что ставки это риски, еще раз объясняю. Вот. И я всегда соотношу шансы с коэффициентом. И вот здесь шансы с коэффициентом, вот я примерно с Буком согласен. Вот здесь я согласен. Там я не был согласен. Поединки с Парье. Поединки с Чендлером я не был согласен. Здесь я согласен. А когда ты согласаешься с минимумом Бука, ты соглашаешься в том числе и с тем, что, блядь, здесь моржа тебе ушатает нахуй. То есть, как бы, Бук, он живет за счет моржи. И соглашаясь с его фаворитами, с тех, кого он выбрал, да, ты уже в любом случае себя в минус будешь загонять моржой. Для тех, кому непонятно, потом в комментариях поинтересуйтесь, я вам отвечу или вам другие люди ответят. Вот. И поэтому я буду в любом случае искать что-то более выгодное. Ближе к двушке, а желательно выше двушки по коэффициентам. Конечно, когда нет П1, П2, хорошей ставки, я буду идти в тоталы смотреть. Если мы будем смотреть даже по западу по тоталы, то что-то более или менее там, да, интересно, например, там, ТМ полтора. Явно выше двушки, но ТМ полтора по западным БК это 7,5 минут. Первый, ну, полный первый раунд, полный второй. Вот. Можно рассмотреть ставки, например, Fight Starts Round 3. No. Fight Doesn't Starts Round 3. 1,9. Вот. То есть, из классических вариантов, классические для меня, это победы и тоталы. Единственное, получается, что у нас интересное есть, это то, что третий раунд не начнется. Уверен ли я в том, что они ушатаются именно за два раунда? Если честно, не очень. Если честно, не очень, потому что Гейджи реально может попытаться там, да, как-то подзатянуть бой, потому что реально, если вспомнить его бой с Чендлером, ну, это же была полная тотальная хуйня, где просто Гейджи пережил там, да, всю бомбардировку, тяжелые удары Чендлера, подождал, когда он сдохнет по кардио, а по поводу Чендлера я тоже неоднократно высказывался, что это боец на один раунд, причем я это говорил еще перед поединком с Оливейрой и приводил разные там, да, примеры того, как он выступал в Беллаторе там и так далее. То есть я сейчас не буду это все размазывать там, да, я снова разговариваю, потому что вы еще раз, вы можете просто зайти в рекорд бойца, посмотреть, на каких турнирах выступал Гейджи, на каких турнирах выступал Оливейра, вот здесь вот в поиске по каналу забить и увидеть все эти подкасты. Что я говорил, какие я доводы приводил, что я делал, да, какие были аргументы и так далее. То есть все на канале есть, я еще раз говорю, повторяться не буду. То есть по сути Джайсон Гейджи просто передышал Чендлера, несмотря на то, что Гейджи сам по кардио говно ебаное. И при этом он уже, как по моему мнению, стал достаточно пробитым, но это по-моему очевидная херня. Тут банальные ключи на победу у Чарльза Оливейра больше. У Гейджи есть единственный шанс, соответственно, да, нокаутировать Оливейру, но Оливейра такой чувак, пропуская удар, он просто падает вниз и приглашает оппонента к себе, типа иди дорабатывай. Просто так вырубить Чендлера сложно, ой, Оливейру. То есть его нужно будет, допустим, нокдаун отправить, идти добивать. А в партере идти к нему, это, ну, провальная история. На этом многие аж обжигались, поэтому вряд ли получится. А дальше просто, как бы, если бой пройдет первый, второй раунд, то в любом случае считаю, что у Чарльза Оливейры по кардио будет ситуация получше, чем у Джастина Гейджа. Так вот, если даже тупо посмотрим по западной БК, если меня не устраивает П1, П2, если меня не устраивает Total, я уже начинаю идти в роспись. Это такая, скажем так, слегка крайняя история. Вот. Fight Inside Distance, то, что бой закончится досрочно, идет в целом 1.3. Мы просто понимаем, да? Поэтому простейшая арифметика. Если у нас Чарльза Оливейра идет там условно за 1.6, на досрочку дают там, да, то, что бой закончится досрочно 1.3, соответственно, можно даже, несмотря на кэфы, понять сразу, что на то, что Оливейра победит досрочно, коэффициент будет там около двушки там, да? 1.95-2.1. 1.91-2.1 в этом диапазоне. Ну, простая арифметика, да? 1.6, 1.3, бам, 2. Как бы, да? Вот. Вот так это делается, чтобы вы понимали. И я в таком случае, конечно же, начинаю идти по нашим БК, смотреть, что там предлагают, допустим, да, действительно, что тут у нас есть. Вот, например, фонбет. Чарльза Оливейра получается досрочно 1.92. Да, они полностью следуют, соответственно, западным БУКом. Берут у них, как бы, линию, там, проспись, под нее корректируют свои какие-то, да, там, коэффициенты, выклотки и прочее. Давайте посмотрим, что у нас дает Бетсити. Просто на данный момент у меня 3 БК. Фонбет, Бетсити, марафон. Если есть какие-то у вас другие БК, вы их используете, это ваш выбор. Я вас отговаривать, там, переговаривать не буду. Я просто отталкиваюсь с этих БК. Проспись заебало меня. это, если честно, Бетсити, всегда на ней спотыкаясь. Где просто досрочка. Да. Здесь примерно плюс-минус то же самое должно быть. Вот. Игрок 1, досрочная победа, да, 1.92. Ну и, в общем-то, последнее, куда я иду, смотреть это на марафон. хотел бы отметить, что на марафоне на этот поединок нулевая маржа. То есть, даже просто ставка на П1 максимально выгодна здесь. 1.57 Бетсити дает. Здесь у нас, получается, дает 1.58. Марафон дает 1.64. Причем коэффициент максимум достаточно хороший. 93 тысячи, если кому интересно. Вот. Я, соответственно, иду, смотрю в тотал. И здесь на ТМ полтора, то бишь, два раунда, это 1.93. Неинтересно. И далее я смотрю в роспись. Здесь получается результат боя метод. 5 секунд. Блядь. Ладно. 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 Все. Здесь просто коэффициенты были немного другие. Неважно. Нокаут, точнее, нокаут, дисквалификация или добровольная сдача соперника 1.79. То есть, вот это вот максимум, что сейчас предлагает наши БК. Так что, если вы хотите от меня увидеть ординарс, коэффициенты плюс-минус около двушки, то я буду в любом случае забирать Чарльза Оливерову досрочную победу, да, но при этом опять же здесь особо спешить смысла некуда коэффициент вряд ли здесь сильно изменится на эту ставку, хотя возможно изменится, я в любом случае подожду процедуру официального взвешивания, я заберу победу Чарльза Оливерову досрочную, вот там 1.9, там тире 2 в этом диапазоне меня вполне себе ставка устроит в любой БК в принципе можно такой коэффициент будет забрать, Фонбэй, Бэтсити в марафоне меньше дает, но может быть коэффициент поднимется вот так, 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 так так, 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 так не то, так, теперь получается следующий момент какие еще есть варианты возможные в этом поединке неочевидны, в росписи можно будет найти, я на громкие какие-то противостояния, когда даю большую роспись, большие варианты там и так далее, стараюсь подобрать несколько вариков, то есть допустим да, там, выгадать например раунд, когда будет закончиться бой, как например это было в поединке, там не знаю, Коннора Магрега, Распарье когда четко был угадан именно, что бой закончится во втором раунде иногда пытаюсь угадать метод вот, и здесь, где я вижу мне кажется, небольшое несоответствие безусловно, Чарльз Оливера супер-мега джинсер, всех там душит, сабает и так далее но конкретно в поединке с Джастином Гейджи как мне кажется, высока вероятность того, что он победит не удушающим приемом, а нокаутом там, техническим нокаутом, дисквалификацией ну и, в общем-то, в таком духе то есть, то, что будет рассчитано как КОТ и КО вот, не именно с Амишиным потому что, опять-таки, пробита с Джастином Гейджи достаточно такая сильная и вполне возможно, здесь пройдет что-нибудь типа по сценарию, как в поединке с тем же самым Чендлером мне придется просто сабать зачем, если можно вырубить чертям собачьим и здесь вот именно на такие ставки дают достаточно жирный вариант вот допустим, как выглядит будет Чарльз Оливера нокаут, технический нокаут, дисквалификация коэффициент 9 если мы обратимся к тому, что у нас предлагает БК Фонбет вот Чарльз Оливера, побед нокаутом 9 то есть, я пока на данный момент готов предложить вам два варианта для ставок условно, если вы, например, ставите в процентах от банки а чтобы было понятно, давайте переведем просто условно в рубли, да то если вы, например, хотите тысяч пять поставить там, да, на этот бой то возьмите четыре пятьсот поставьте там, да на победу Чарльз Оливера досрочно за коэффициент желательно около двушки вот и, в общем-то, выделите там условно пятьсот рублей и поставьте на то, что Чарльз Оливера победит нокаутом техническим нокаутом, дисквалификацией да на БТ-Сити, например, за коэффициент 9 здесь максимум как раз пять тысяч поэтому пятьсот рублей спокойно сможете поставить вот это те две ставки которые я на данный момент готов вам предложить и просто или я в глаза ебусь но вот здесь, по-моему, перед тем, как я сел записывать ставку наверное, была все-таки ошибка наверное, была ошибка техническая потому что на Чарльз Оливеру, блядь нокаутом, техническим нокаутом, дисквалификацией или добровольной сдачей давали 2.95 по-моему, они перепутали коэффициент я вот я просто прям сел, смотрю, что за хуйня я написал в техподдержку, в чат я поинтересовался что у них подразумевается по добровольной сдаче соперника на всякий случай мне сказали, что САП постучал либо отказался продолжать бой там, да, в целом, словесно я думаю, нихуя себе за 2.95 и максимум была десятка ну, то есть, в принципе, я был даже готов ну, не десятку, но пару рублей кинуть опять же, сейчас финансовая такая ситуация в стране, знаете, не самая хорошая особо сильно деньгами рисковать не хочется я просто сажу и думаю, блядь сейчас думаю, пацанам дам нахуй жбху заебатую ну, кто успеет забрать, кто успеет и я главную поддержку написал и то ли они как-то вдуплили по поводу именно этой ставки то ли что и мне кажется, они скорректировались сука пидорасы или просто я в глаза ебусь и просто перепутал но мне кажется, я нихуя не перепутал просто, короче, не успел не успел воспользоваться ситуэйшеном не успел вам дать метку поэтому вот, на данный момент просто засрочная победа Оливеры за коэффициент укладушки и его победа КОТКО на КАУДе с квалификацией за коэффициент 9 можно, например, взять и, возвращаясь к началу выпуска я объяснял, что я читаю все ваши комментарии хорошие, плохие, неважно и так как это номерной турнир я постараюсь здесь разобрать не только один поединок мейн-ивент но еще и второй бой какой-нибудь из этого карда но, с учетом того что, как бы в этом карде есть интересное противостояние но я не хочу конкретно второй бой выбирать за вас в комментариях расскажите, укажите, пожалуйста во-первых, да какой бы вы бы хотели увидеть вторым разобранным например, Роусном Аюна Скарла Испарза Чендлер против Тони Фергюсона Роа против Овенса Сантрю Сирони Слоузеном и так далее и я, в общем-то хочу, опять-таки от вас увидеть комментарии с тем с указанием того боя который вы хотели бы увидеть в разборе в промежуточном плюс оставляйте комментарии по ставкам, конечно же какие-то мнения аргументы и прочее и во втором выпуске я постараюсь уже в общем-то дать дополнительные выкладки по тем вопросам которые вы оставите и, в общем-то постараюсь дать хорошие прогнозы на тот бой который выберете вы опять же ориентироваться буду на комментарии так что welcome в комменты напоминаю это предварительный подкаст окончательно мое мнение будет после процедуры официального взвешивания но касаемо мейн-ивента оно вряд ли поменяется я в любом случае буду забирать Чарльза Оливейру досрочно и заберу Чарльза Оливейру КОТКО скорее всего буду определяться уже окончательно по каким-то другим боям в этом карте которые будут дополнительно там бесплатки поэтому по Чарльзу Оливейру уже все официальный прогноз можете вот он скорее всего не изменится на 99% максимум я возможно еще что-то дополнительное в росписи найду вот примерно как-то так на этом я с вами пока прощаюсь всем всего хорошего и пока-пока